Девушки отдыхают «Почему мне никто ничего не сказал? Давайте отвезем его в больницу. Он не хочет. Почему? Надо найти Эзеля. Почему он не хочет? Почему он не хочет в больницу, тетя Млеха? Не хочет и все. Он хочет к мэру. Он хочет к сыну, к своему ребенку. Он не хочет жить, хочет умереть». Врачи сказали привезти его. Он совсем плох, это срочно. Можно я поговорю с дядей Мумтазом? Ребенок для отца все. Отец живет лилея в душе надежду. Я солгала вам, дядя Мумтаз. Я сказала, что у меня нет отца, но на самом деле он есть. У него жестокое сердце, поэтому я не вижу с ним. Я всем говорю, что он умер. Я проклинаю его каждый день. Зачем ты говоришь мне об этом? Но если я узнаю, что с папой что-то случилось, я ни минуты не буду сомневаться. Мне будет все равно, что он самый плохой человек на земле. Он мой отец. Он столько раз обманывал меня, бросал, использовал. Я прогнала его. Я не хотела его видеть. Но мне больно. Больно каждый раз. Это не заживающая рана в моем сердце. Он мой отец. Мой папа. Что ты хочешь от меня? Отец может делать что угодно. Ребенок может злиться на него, но не обижаться. Ребенок всегда прощает отца. Всегда. Уходи, Эйшан. И отец прощает ребенка. Но ты не простил дядя Мумтаз. Ты оставил его, когда он был жив. Я сказал, уйди. Ты предал своего сына, а он был твоим ребенком. Уйди. Довольно. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты защитил частицу Омера. Ты не смог защитить Омера, когда позаботься о том, кого он оставил после себя. Джан, сын Омера. Что? Джан, твой внук, дядя Мумтаз. То, что осталось от Омера. Ты уйдешь и оставишь его одного? Папа? Звоните в больницу. Он поедет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok